После того, как я осознал, что мне нравится Маша, жизнь моя кардинально изменилась. Я решил забросить школу и уйти из дома. Так ли дела? Да, Маш. Что? Нет, не сплю. Да меня тут один псих разбудил. А в гости? Да, конечно, захотите. Хорошо. То я пока. Продолжение следует. Кирилл, что ты здесь делаешь? Стоп, подожди. Значит, все-таки не сон. Соня, полегче, где твои манеры? В гостей вообще-то так не принято встречать. Слышь, гость, в 8 часов утра, как ты вообще сюда попал? Обычно. Пришел и постучал. Мне твоя сестра двери открыла. И даже чаем угостила. Кстати, печенье ВО. Угощайся. Спасибо. Это так мило с твоей стороны предлагать мне печенье, которое я сама лично покупала в магазине. Да? Получается, что я с моим вкусом собираю? Ну, хорошо. Кирилл, скажи честно, ты такой есть или притворяешься? В каком смысле? Забей. Это я сама с собой разговаривала. Лучше расскажи мне, почему ты не появляешься несколько дней в школе, и если не затруднит объяснить. Что ты забыл у меня дома? Короче, все по порядку. После того, как я осознал, что мне нравится Маша, жизнь моя кардинально изменилась. Я решил забросить школу и уйти из дома. Такие дела. Кирилл, а что это у тебя тут? Селена, что ли? Такие мудрые мысли толкаешь. Блин, ты шутишь? А я уже думал. В общем, я рада, что ты пришел, но уже пора прощаться. Как говорится, спасибо, что приеду. В смысле прощался? Я же сказал, что я ездил и ушел. Ну, ты не волнуйся. Это ненадолго. Я, может, скоро на заработлю еду. То есть ты сейчас намекаешь, что будешь жить у меня? Просто это единственное место, где мне ничего не напоминает о Маше. Так, несколько дней назад ты понял, что ты любишь Машу. Она, в свою очередь, подумала, что ты любишь другую и устроила вам свидание. Но ты все же потом признался ей в своих чувствах и... Она ничего не знает. Я не смог тебе сказать. О, Боже, мне хочется плакать. Какой ты слабохарактерный, Кирилл. Ладно, извини, что побеспокоил. Я пошел. Ну, и куда ты собрался? Куда-то. Отличный маршрут. Стой! Ладно, так уж и быть, оставайся. Мы же в конце концов друзья. Я могу, если что, еще посуду помыть. Прекрасно. Мама будет счастлива. Маша, извините. Да, Маш. Что? Нет, не сплю. Да меня тут один псих разбудил. А в гости? Да, конечно, заходите. Хорошо. Стой, пока. В смысле в гости? А как же я? А ты? Бери свой чемодан и лезешь в шкаф. А почему именно шкаф? У тебя же здесь полно комнат. Ну, ты же у нас романтик. К тому же, я еще не придумала, где мы с девочками будем сплетничать. Может, там. Может, в той комнате. А может, вообще наверху. Ясно. А решила все-таки меня поучить? Окей. Только пообещай, что не сдашь меня. Будьте верны. Мы же друзья. Что, я пошла открывать, сиди тихо. Блин. Не вернят. Заходите, разбивайтесь. Извини, что так рано, у нас тут ЧП. Какой ЧП? Кирилл попал. Серьезно? Какой ужас. Соня, мы серьезно. В школу, как ты знаешь, он не ходит. Мы с Ксюшей, мы звонили уже раз в двести. Но он трубку не берет. Ага, сейчас его телефон и вовсе выключим. Просто абонент вне зоны доступа. Печалька. Девочки, может, вы зря драматизируете? Вдруг он там дома сидит, Титаник смотрит, плачет. Дома его тоже нет, мы узнавали. Просто странно получается. Он еще сразу после того, как нам рассказала своей новой девушке. Может, нам ее набрать? Сразу говорю, идея полная, стой. Че это? Ксюша имела в виду то, что у нас нет ее номера. Да, именно это я и имела в виду. А давайте его с чем-то вкусным угощу. Что это было? Мам, будь здорова! О, твоя мама дома? Дай мы хоть поздороваемся с ней, а то мы зашли так, как одичалые. Лучше не стоит. Мама сейчас не в духе. Плюс вы ее бесите. А, это шутка была. Вы на самом деле очень нравитесь. Просто мы с утра немного поссорились, и поэтому... Пшш! Будьте здоровы! Да сколько можно, прекрати уже! Соня, ты чего? Все нормально, подумаешь, с кем не бывает. Ну да, по-моему, ты слишком глупо разговариваешь с мамой. А подождите секунду, я сейчас приду. Все нормально, мама ничего не имеет против, что мы здесь. Да перестаньте, все отлично. Давайте лучше вернемся к Кириллу. Нам нужно что-то решать, вдруг с ним что-то случилось. Да, здесь я полностью с ней согласна. Давайте позвоним Арине Анатольевне, может она что-то придумает. Вы это слышали? Ага, мне страшно, по-моему, это уже не мама. Да это крыса, дом у нас старый, достали уже. А с виду и не скажешь. Ну да, скрываем как можем, ремонт, мебель, все дела. Короче, я только что написала Арине Анатольевне, и она ответила, что скоро подъедет. Отлично, наконец-то хорошая новость. Мне кажется, она нам точно поможет. То есть, сейчас сюда едет Анна Кондовна, да? Прекрасно. Лучше не придумаешь. Это что сейчас было? Не причудилось, или это был Кирилл? Именно. Вопрос в том, что он здесь делает. Ну, вы же не поверите, что мимо пробегал Кирилл, и ему захотелось. Ну, вы поняли. Рассказывай, что это у вас здесь за игры. Мы, значит, здесь душу вливаем, а не шутки шутят. Девочки, не ссорьтесь. Соня здесь не виновата, это все я. Ближе к делу. Я просто не знал, как сказать. Я пришел сюда. И Соня... Маш! Подожди, я, кажется, поняла. Ох, наконец, я уже думала, это никогда не закончится. Маш, ты сейчас о чем? Ну как, в ту девушку, которую влюбился Кирилл, звали не Марьяна. Он нас обманул. Да, Маш, это правда. Извини, что я тогда спросил и не сказал все, как есть. Ты мне... Ее зовут Соня. Наш Кирилл влюбился в Соню. Все тайно, когда-нибудь становится явным. Зря вы это от нас пытались скрыть. Да, Ксюш? Наверное. А ты, Маш, уж ничего не утаишь. Давайте я вас обниму, наша парочка. Мои хорошие. Мои хорошие. Мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok